О резонансной отставке главы Нацбанка говорим с нашим гостем, финансовый эксперт Виталий Шапран. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо сказать, что Валерия Алексеевна занимает свой пост с 2014 года. Как раз в то время произошла аннексия Крыма, началась война на востоке Украины. В общем-то, нелегкие времена ей попались. Вместе с территорией Украина потеряла порядка 20% ВВП страны. И вот как Валерия Алексеевна вспоминает об этом периоде. Огромные макроэкономические дисбалансы, курс гривни привязан к доллару, фискальное доминирование, больная банковская система, почти отсутствующий банковский надзор, высокий уровень кредитования связанных лиц. 20 лет на эти проблемы закрывали глаза. Наши экономики предрекали коллапс, а стране распад. Мои коллеги, центробанкиры и финансовые гуру говорили, что эта миссия невыполнима. По ней пришел очень тяжелый удар, и досталась экономика, которая уже была выжата, как лимон. По сути дела, ей предложили проехаться на велосипеде, который уже катился с горы. И остановиться, конечно, было нельзя. Можно спорить, насколько ювелирно были сделаны те или иные шаги национальным банкам. Ну, там, своевременно, несвоевременно. Ну, в целом, конечно, удар был настолько мощным по нашему финансовому сектору, по стабильности гривны, что я думаю, что любой практически на ее месте, там, даже из бывших глав национального банка, вел примерно ту же политику. Ну, почему же такая реакция населения постфактум? Она заявила об отставке, в то же время реакция, глубочайшая девальвация, в чем обвиняет ее население, в банкротстве банков, в то же время международные эксперты, международное сообщество говорит о том, что реформатор, лучший банкир Восточной Европы. Почему такие разные мнения? Ну, потому что население, у него восприятие в целом, да, как у Чукчи, оно то, что видит и воспринимает, оно не вникает в причины. А экспертное сообщество, не только международные эксперты, но наше экспертное сообщество, украинское, эксперты из СНГ, они отлично понимают, что лишение 20% пятой части ВВП, по сути, пятой части экономики, оно не может пройти бесследно для финансового сектора. Плюс те проблемы, которые там возревали в недрах украинской экономики 15-20 лет, они имели свойство проявиться вот в этот жесткий кризис. То есть те банки, у которых были дыры в балансах, они повскрывались. Те, кто отмывал деньги, тоже это стало видно, что он живет только за счет этих операций. За что еще мы можем сказать спасибо главе Нацбанка? И какие все-таки были промахи в ее политике? Я думаю, что ее основная заслуга – это не очистка, очистка – это как раз такой спорный момент, который на рынке еще могут обсуждать. А основная заслуга – это то, что она показала на примере того же Привата, что творится внутри системы. То есть, что есть инсайдерское кредитование, что многие акционеры истеблишмент банка, они непорядочные, используют деньги населения и бизнеса, как свою свинью копилку, то есть туда-сюда, на покупки бизнесов, на покупки каких-то активов непрофильных и так далее. То есть, вот эта ситуация показала, что система нездорова, и ее нужно лечить определенным образом. Но тут вопрос, понесут ли собственники банков наказание за доведение банка до конкурса? Неправильно, это к нашим правоохранительным органам, к парламенту, который принимает соответствующие законы. Пока, к сожалению, да, то есть у нас есть такая присказка – покажите хоть одного сидящего банкира, да? То есть их нет, и будущий преемник, да, Валерия Алексеевна, и через преемника он будет сталкиваться с этой проблемой. Какие кандидатуры рассматриваются, и кто может быть следующим главой Национального банка? Ну, я бы считаю, что лучше, конечно, чтобы были те люди, которые продолжат линию рыночных реформ, которые продолжат вести банковскую систему тем курсом на оздоровление операций. А может быть, сейчас точка возврата? Понимаете, близость к Евросоюзу, близость к такой большой крупной экономике не дает нам шансов, то есть нам нужно реформировать систему по западным стандартам и стремиться к тем стандартам, которые действуют в Европейском Союзе. Какие кандидатуры рассматриваются на рынке? Ну, называются те, которые вот называли официально, да, это глава НАБУ Роман Васильевич Шпек. Национальной ассоциации Банка Украины? Да, Национальной независимой ассоциации Банка Украины, и нынешний глава правления Райфайзенбанка Вальд, господин Лавренчук. Обсуждаются также, ну, более консервативные кандидатуры, это глава Совета Национального банка Данилишин, Богдан Михайлович. И, ну, я могу назвать еще до десятка кандидатур, но, понимаете, то есть это сейчас может быть бесполезно, потому что нужно, чтобы они не просто нравились там экспертному сообществу и президенту, а чтобы они еще были проходными в Верховной Раде, чтобы за них были голоса. И поэтому на всю эту ситуацию я смотрю, с вероятностью, ну, может, процентов до 30, да, может остаться и Валерия Алексеевна. То есть это... То есть такой вариант тоже есть? Такой вариант тоже может быть, потому что у нас сегодня последняя рабочая неделя у парламента сессионная, потом они работают в комитетах, они не принимают решения в зале, и потом они уходят на работу с выборцами аж до 10 мая, и, собственно, если на этой неделе президент не определится оперативно с кандидатурой, то вопрос может затянуться, и дальше уже это как она себя поведет. Потому что один из вариантов, если она принципиально пойдет на принцип, да, что вот я написал, а я ухожу, то в этом случае исполняющим обязанности может стать Яков Смолей. Ее заместитель. Да, ее заместитель с гигантским опытом работы, там больше 30 лет в банковском секторе, поэтому я думаю, что это не... Национальный банк не останется без присмотра. Мы видим сейчас, что, в принципе, на валютном рынке реакции практически нет, гривна даже немного укрепилась, то есть эти события, ну, много благодаря украинским средствам массовой информации, которые проводили учения, что вот завтра будет отставка, да, ну, и в целом Национальный банк сделал правильно, что предупредил за месяц, то есть, ну, это процесс не был сенсацией, скажем так. Спасибо вам за ваше экспертное мнение. Виталий Шапран, финансовый аналитик, был гостем в нашей студии, говорили о возможной отставке Валерии Алексеевны Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова